Губернатор слушает и отвечает. Максим Решетников провел очередной сеанс общения со своими подписчиками в Инстаграме. Вопросов, как всегда, поступило множество. Они касались проблем в системе здравоохранения и образования, моментов, связанных с мусорной реформой и капремонтами. Зашла речь также о дорогах и спорте. Один из часто задаваемых вопросов касается зоопарка. Он кочует от одной интернет-конференции губернатора к другой. И Максим Решетников детально рассказывает о ситуации. На этот раз глава региона сообщил, что учреждения готовят к переводу на краевой уровень. Что же касается хода строительства, то тут все по-старому. Проект снова скорректировали, теперь подрядчик проводит соответствующие работы, а срок сдачи снова отодвинули. Работа идет, работа такая вязкая, не все благополучно. Текущая дата переселения животных начала – это весна следующего года, потому что, очевидно, весной 2019-го уже не успели. Весной следующего года начинаем поэтапный переезд. Ветеринарный корпус тоже достраиваем. Ездят, кстати, делегации из международных ассоциаций. Они должны оттестовать наш зоопарк, чтобы у нас была возможность приобретать новых животных. Без этого никак, без этого ни переговоры по слону, ни почему мы начать не можем. Еще один объект, который долгое время вызывает вопросы – новое здание для оперного театра. На этот раз у губернатора вновь поинтересовались, какие тут дела в этом направлении. Тут есть подвижки, рассказал глава региона. К середине мая должны объявить конкурс на проектирование. В ходе нынешней конференции губернатору задали вопрос, касающийся расходования бюджетных денег. Не многовато ли средств уходит на перевозку чиновников? Если два года назад закупки у нас встречались и по 1000 рублей за час за автомобильный, то сейчас такого нет. Все жестко нормировано. 367 рублей у нас стоит час эконом и там 500, 560, по-моему, с чем-то, с хвостиком, стоит один час, что называется, бизнес-класса. Следующий этап – будем экспериментировать. Режим вызова такси, такси именно со смартфона, как это там Яндекс.Такси, как все эти сервисы предлагают. Вот будем экспериментировать и именно такой сервис. Но, конечно, все это исключительно поездки по работе. Вопросов, как и всегда, поступило большое количество. На все времени в режиме онлайн не хватило. Но губернатор вновь заверил, что он и его коллеги в правительстве каждое обращение отработают и дадут ответ уже в режиме оффлайн. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.